привет привет ищу собеседника поговорить адекватного ли как я не знаю что такое адекватное ну хоть какое-то рассуждение мысление у тебя есть мышление человека ну вроде бы как есть и о чем ты мыслишь ножки жопы не ничем о чем чем ты мыслишь мы уже ну спасибо за дополнительную информацию теперь я знаю чем ты мыслишь но мне очень интересно о чем хочу а жизнь ну рассказывай своей жизни но ты же говоришь что ты вот о жизни можешь давай твоей жизни хочу живу хорошо работаю что такое жить хорошо вот как ты оцениваешь вот я живу хорошо кто-то живет плохо вот что такое жить хорошо это оценочное осуждение да вот жить хорошо вот жить хорошо это жить как хорошо жить ну да вот и оценил свою жизнь так как что ты вот живешь хорошо это что в твоей жизни есть такое что ты вот говоришь что и ты живешь хорошо ну что все работа есть работа есть работа есть все работа есть семья и все есть есть для кого жить есть кого воспитывать все сколько у тебя детей двое детей сколько им лет одному 19 другому 400 году будет потому что 14 ты с ним там а это мальчики обои мальчики да слушай и ты с ними там и уроки делал и чему-то там учил вот что самое главное ты считаешь нужно научить своих сыновей родину любить родину любить почему это самое главное как бы это как бы истина наша а почему ты там например не первая основа это там любите родителей да там уважать старших там еще что-то причем тут родина причем почему сразу же любить родину почему не любите работать например он начинает работать а почему блять родину любить это значит работать и все остальное людей или людей любить и все остальное в этом заключается весь смысл почему человек должен обязан любить родину то есть вот он захочет переехать получается или по работе да ему придется переехать в другую страну и он будет там жить и страдать от того что вот он любит родину потому что ты его приучил любить родину как вообще можно приучить что-либо любит любить родину чтобы он не переезжал никуда а в родину есть и работа ну что такое любовь как ты понимаешь что такое любовь любить родину друзей как можно сравнивать вот любите родину и любить любить неодушевленный предмет который в принципе сложно описать что есть такое родина и сравнить это с любовью там к человеку к чему-то действительно то к чему ты испытываешь какие-то чувства испытать какие-то действительно чувства изнутри к земле просто к территории это невозможно да блять это и есть факт жизни блять то что ты любишь родину россию от этого вся а за что ты любишь свою родину за что люблю она мне все дала что она тебе дала я ее ну что тебе дала родина все это такое общее понятие как-то конкретнее что тебе дала родина все конкретнее пожалуйста работу семью блять дала она все дала блять то есть ты думаешь что ты работу в какой-то другой бы стране не смог найти да нахуй мне нужна другая страна а скажи пожалуйста а ты вот когда работу себе искал ты ее наверняка там либо в центре занятости да либо вот на каком-то сайте либо по рекомендации знакомых или как-то нашел свою работу для тебя после техникума направили на практику никто мне никуда не направляю нигде ничего не с competency я это сама приводится если бы то что ты говоришь вот родина мне дала работу это как раз таки есть это учился в техникуме и после техникумы тебя отправили на практику и устроил тебя техникум на работу вот это вот было бы что тебе родина дала А так, получается, не Родина тебе дала эту работу А ты сам себе ее нашел Так, ну не Родина тебе дала работу А кто? Ты сам себе нашел работу Может, ты хочешь сказать, что Родина создала какие-то рабочие места? Так это она в этом заинтересована? Государство заинтересовано? В том, чтобы создавать рабочие места Для того, чтобы вносить деньги в бюджет Но тебе государство не давало работу Ты сам ее нашел Хорошо, давай тогда еще раз спросим Что тебе дало государство? Мне должно государство дать? Но ты говоришь, я люблю Родину за то, что она мне все дала Поэтому я тебя спрашиваю, что тебе дала твоя Родина? Все, работа, все остальное Я тебе уже объяснила О том, что Родина тебе работу не давала Работу ты нашел себе сам Что тебе еще? Что тебе еще? Я на своей Родине живу Зачем еще кого-то спрашиваю? Потому что тебя здесь родили И ты здесь и живешь Потому что ты не умеешь ассимилироваться в других местах И ты не знаешь, как минимум, какие-то другие языки Для того, чтобы жить в другом государстве Это все очень просто Я тебе спрашиваю, что вот конкретно Это вот приспособленческие такие вещи, о которых ты говоришь А я тебе спрашиваю, что тебе дала твоя Родина? Ой, все, я тебе говорю, давай, Родина моя Работу, семью, все Ты повторяешь все одно и то же самое Как будто тебе вот нечего сказать Ты говоришь, мне дала она все Дала работу Я тебе снова и снова говорю о том, что Работу она тебе не давала Работу ты нашел себе сам Я тебе еще раз спрашиваю Вот, хорошо Смотри Мы ходим из того, что За что ты любишь Родину? Потому что тебе Родина все дала Я же тебя спрашиваю, что тебе дала Родина? Не работу Жизнь тебе дали мама с папой И что? На моей Родине Ну, твои мама с папой могли тебя и в Зимбабве родить Ты мог родиться где угодно Хоть даже в каком-нибудь океане Они были бы там, я не знаю В каком-нибудь туре И ты родился бы в океане Ты родиться мог где угодно Я тебе спрашиваю, что тебе дала Родина? Я не пойму Работу ты нашел сам Родили тебя родители То есть жизнь тебе не дала Родина Работу тебе не дала Родина Я тебе спрашиваю, что тебе дала Родина? Что мне дала Родина? А какая мне родина другой что-то отдала бы? Не спрашивается, какая бы другая тебе дала Ты сказал, что ты свою Родину Любишь за то, что она тебе все дала Я тебе спрашиваю, все это что? Так я тебе отвечаю, все Ну что все? Работу все работу ты нашел сам тебе не давала ее родина что все тебе дала родина не работу и не жизнь родина моя как она не могла дать мне жизнь блять и равен такое чувство как будто вам вот внутри черепной коробки это вписали и в это как попки дураки повторяете но значение вот того что вы говорите вы абсолютно не понимаете не понимаешь что я тебе говорю за что смотри еще раз повторяю ты говоришь я люблю родину за то что она мне все дала тогда потому что ты не можешь ответить а я тебе спрашиваю что именно тебе дала родина потому что жизнь тебе дали родители работу ты нашел сам ты даже можешь там создать свой бизнес и это тоже будет не то что тебе дала родина я поэтому я тебе спрашиваю что тебе дала твоя родина она не давала тебе работу работу ты нашел себе сам тебе никто ее не принес на блюдечке и не подсунул ты работу сам нашел кто же найдет еще слушай лучше конечно родина вам мозги раздавала это было бы намного полезней но к сожалению мозгов вам родина тоже не дала украина да я ей зимбабве да вот я вижу зимбабве мозгов тебе нет нихуя хорошо мне есть у тебя последний вопрос сколько цветов у кубика рубика так и что сколько цветов у кубика рубика а ты 44 сколько там со стороны у нас кубик вот расскажи мне не знаю нам четыре страны да значит получается что сколько цветов у кубиков рубика рубика четыре четыре все спасибо это такие знаете питание чтобы просто поставить точку в своем диалоге чтобы для тех кто дейсно ну раптом кто-то смотрит это видео и подумает может он и не тупый да то мы задаем это питание для того чтобы просто поставить крапку в цей разговоре все все ему родина дала можливости думать ему родина не дала